и нужна война вот она мина двадцатая неделя полторы это уже после минских скажем так договоренности когда последний раз действительно последний раз сегодня чем били били 80 мина стрелковая агресса а где они стоят вот отсюда видно вот вот он вот они вот эти кусты вон он флаг они повесили вот сейчас немножко сюда метров 50 разбитый мост они переходят и за мостом пошли их не оппозиции тоже вот по вот этой земле 10 часов 20 минут оперативный дежурный сообщил что по информации подразделения которые находятся на т-образном перекрестке на трех избинку были обстрелены со стороны украинских силовиков поэтому прибыли сюда для того чтобы посмотреть разобраться так как в средствах украинских сми было объявлено о том что мы перешли северский донец и ведем бой трех избинка вы присутствуете здесь вы видите что это не соответствует действительности трех избинка находится далеко от позиции наши мало того что украинские силовики обстреляли со стрелкового оружия и получили достойный отпор ушли отсюда они обстреляли наши позиции из минами короче на пасху вечером они тоже восьмидесятыми минами а в понедельник утро с аэс а вот корень он заваленное дерево и под него прям легла меня было бы это все было видно хорошо свежая все дальше воронки ну в день ну местные вот пришив это пришив сокольники там как бы проблематично ну пришив вот они ходят в город отсюда ходят тоже люди работают вот это прилетела на паску то что сегодня мы еще не ходили не искать потому что еще не развивавшись до дело только время прошло после боя тут все еще чего-то ждать вот направление и упадения со стороны трех из бы вот это пас это сколько миллиметров 80 воронка вот украинские сайты пишут что группа боевиков подошла к разрушенному мосту через северский донец и открыла огонь из миномета вы сами видели откуда летели по хвостовому оперению мины откуда летели мины дальше заместитель руководителя а то валентин федичев рассказала готовящимся якобы наступление на трех избинку 18 19 апреля опять все да наоборот ситуация то есть готовится провокация тут же вбрасывается в сми и обвиняется наша сторона сейчас дополнительные соглашения идут по отводу именно минометов и артиллерийских систем до 100 миллиметров пока еще эти соглашения не подписаны украинская сторона не хочет подписывать она выдвигает все новые новые